Добрый день, мои дорогие! Хотела посмотреть фильм, но вдруг в 12 часов дня отключили всё телевидение. Что где происходит? Непонятно. Ни по одному каналу ничего не работает. Поэтому я решила заняться делом, но и заодно с вами поговорить. Вот положила 4 перчика, и сейчас их поставлю в духовку и запеку. А сейчас я займусь... Нет, во-первых, надо немножечко приподнять. Вот так вот, а то я не попадаю в кадр. И поставить себе кофеёк варить. Так, следите, пожалуйста, за кофе. И сейчас мы будем с вами весь остальной перец просто чистить. Так, возьму-ка я мне пакет, чтобы сразу мне сюда мусор этот складывать, чтобы мне тут всё это не распылялось. Так, а во что ж я буду его резать? Ладно, я пока его ещё почищу сначала. Пока я его почищу. Кто-то мне там предложил заснять целый день со мной. Дорогие мои, вот вчера я снимала видео. Снимала, как я готовила, делала пюре, котлетки жарила, слатик делала. Короче, на это у меня ушло почти полдня. Остальные полдня у меня ушли на сиденье у компьютера, потому что надо было это всё обработать, все эти кусочки собрать, ну, а потом загрузить, а там уже вечер. А когда я загружаю, то я не могу даже включить в компьютере какое-то, что-то другое и смотреть даже фильм. Не знаю, что случилось вот с этой вот новой программой на YouTube. Раньше я могла. Я сразу же загружала что-то, потом я заходила на YouTube ещё раз и смотрела какой-нибудь фильм. Теперь же мне всё это как-то непонятно. Если я только зашла на другой канал или ещё что-нибудь, то у меня обязательно потом сбивается вот эта вот моя загрузка. И я потом никак не могу разобраться, как же мне вернуться на неё опять. Она просто сбрасывается и всё. Так, что это я хотела вам рассказать? Короче, это всё я включила, больше ничем я таким не занималась. Ничего я больше не делала. Конечно, я помыла газовую плиту, я вымыла раковину, подмела пол, чтобы было всё это чистенько. После того, после моей готовки. Вот. И... Ну и на этом всё. Никуда я не ходила. Ничего... Ой. Семечки. Вот в Турции, я смотрела канал один, они, когда готовят вот перец, то они вот эти вот семки не выбрасывают. Говорят, что это вкусно и очень нужно. Но я не знаю, как можно с этими семечками что-то есть. Я хотела было сделать фаршированный перец с этими семечками вместе, но потом подумала-подумала и выбросила их вам всё равно. Вот. Поэтому всю серединку я... Так, девочки, вы не забыли про кофе? И мальчики тоже. А то я сейчас точно... Да, оно сейчас будет готово. Он будет готов. Вот. Так. У меня ещё одна перчинка. Вот. Решила я наморозить себе перца, потому что перец я очень люблю. И зимой как найдётся. Вот. Когда мне захочется каких-то овощей, то я смогу его достать с морозилки и что-то стушить. Так. А здесь у меня вода. Здесь у меня вода. Мне она не нужна. Мне она совсем не нужна. Так. Вот эти кусочки от хвостиков я, конечно, тоже обрежу. Не буду же я их выбрасывать. Правда? Похоже, мой перец... Моё кофе на подходе. Так. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Не надо. Не надо. Не надо. Убегать. Так. Сегодня у меня, девочки, вот такая вот рыжая чашка. Чашка у меня всегда при настроении. Чашек много. Вот какая сегодня хочется, такая в такую я и наливаю кофе. Так. Что это я вам хотела рассказать? Вроде мыслей было много, а тут раз и всё, всё из головы вылетело. Вчера вечером я, как всегда, уже закончился у меня, наконец-таки, вся эта моя работа у компьютера. Я компьютер выключила и прилегла. Прилегла к телевизору посмотреть, что там есть интересного. Шмяка, конечно, дома нет. Но как я могу спать, если нету шмяка? Тут была реклама, я глазки закрыла. Просыпаюсь, фильм закончился. Вот так я прилегла фильм посмотреть. Можно я глоточек сделаю? Смотрю, уже время 11 часов. Думаю, надо пойти шмяка позвать. Я пошла, его познала. Он, правда, приближал очень быстро, как ни странно. И пошёл к своей кормушке. Ну, я пошла спать. Думаю, ну, теперь мой кот дома. Можно ложиться спать и спокойно спать. Он придёт и уляжется ко мне на постель куда-нибудь, где ему будет понравиться. И мы будем с ним спать часов до четырёх. Я заснула. Просыпаюсь уже утром. Думаю, а что это я сегодня не слышала ничего? Никак он моется, никак он чешется, никак он ворочается и не толкает меня своими лапами. А он же, когда ложится, он начинает к спине у меня. Если я его сбрасываю с себя, он тогда уже притыкается у меня к спине. Смотрю, кота моего нету. Странно. И тишина в доме, и тишина. Никто на улицу не просится. Я уже подумала, может, мой кот умер. Пошла, встала, тихонечко пошла его искать. А он себе на диване в другой комнате, скрутившись клубочком, спит. Странно. Чего это ему вдруг вчера вздумалось? Раньше, конечно, он все время спал с Аришей, когда Ариша со мной жила. Но потом... Арише нет, диван пустой. Он туда не идет, в ту комнату. Только со мной все время. Увидел меня, мяу-мяу-мяу. И тут же к кормушке, давай, давай кушать. Я его накормила, он ушел на улицу. Сегодня у нас неплохая погода, девчонки. Солнышко, 20 градусов. Но такой ветер, прямо вот... У меня там вот это вот... Для Максима я покупала такую... Как это называется? Я не знаю, такую... Крутелочку такую вот. Так она крутится, как бешеная. Такой сильный ветер. Явно что-то опять надует нам. Вот. Вот так вот. Коты непредсказуемы. Вот что ему вздумается, то он и будет делать. Сегодня ему тут захотелось, завтра ему тут. Смотрю, вы знаете, я смотрю канал Катю из Греции. Да? Из Греции, по-моему. И у нее кот Мотя. Боже мой! Это такое удовольствие смотреть на этого кота. Но такая прелесть, но такая лапочка. Вот он такой весь... Ну вот весь он. Вот он вот такой вот мягкий, такой вот плюшевый. Так его хочется вот через экран его потрогать, полоскать. Я хотела такого кота. Но мне постоянно почему-то приходится воспитывать тех, которые приходят ко мне сами. Что у меня был этот самый Котя был, который пришел просто сам. Ходил-ходил через мой двор и стал моим. Но он не стал моим, потому что кто его знает, где он вырос и как и что. Просто я его кормила. И этот тоже просто сам пришел. Его, конечно, Ариша прикормила немножко. Он соседский был. И этого не надо было делать. Совершенно не надо было делать. Я вообще говорила, что я пока хочу куда-то еще в состоянии вообще куда-то съездить, то я не хочу заводить котов. Я не хочу потом переживать, думать, кто это его будет кормить, как это его оставить. Вот как сейчас моя Людуся говорит. У нее же тоже кошка была. Прожила у нее много лет. Ну и в общем она уже у нее умерла, наверное, от старости или что. В принципе она у нее не очень старая-то была. Но болело вот что-то. Она упала, спрыгнула с этого самого, со шкафа. И повредила спинку себе. Что-то в общем. Ну болела кошечка. И она сейчас, Люда, говорит. Вот я хочу, очень хочу котика. Ну вот прямо не могу, говорит, хочу. Но, а если вот я соберусь куда-то уехать? Хотя она пока не выплатит свои долги за квартиру построенную. Куда, говорит, я поеду, конечно. Но вот ей уже совсем немножко осталось. А я, девчонки, так мечтаю со своей подругой куда-нибудь поехать. Мне, конечно, с Аллой очень хорошо было. Я с удовольствием с ней отдыхаю, потому что это, как-то говорит, мой человек. Ну и с Людусей я тоже с удовольствием куда-нибудь съездила отдохнуть. Ну, правда, моя Люда навряд ли поехала бы в Турцию. Она все попроще. Ей по Крыму хорошо, ей все равно где. Было бы море, а остальное все не важно. Ну, вот, говорит, и вроде и хочу кошечку, и на рынок приду. А у нас там, знаете, все время на рынке сидят женщины, которые отдают даром котят. И она говорит, вот смотрю, ну вот взяла бы котеночка. Потом, нет, останавливаю себя. Во-первых, еще все переживаю по Машке по своей. Она ж у нее была такая, что она, ну, все время с ней было. И спали они вместе на одной подушке. Такая вот кошка, она квартирная была. Лапки у нее были чистые. И не то, что мой шмяк, что надо, я застилаю свою постель, а потом наверх ложу еще, там, где он может лечь, застилаю простынь, которая чаще стирается для того, чтобы он мне не пачкал лапами. Не буду же я каждый день менять постельное белье ради кота. Вот. И говорит, хочу, вроде бы хочу, а с другой стороны. Ну что, перчик я порезала. С вами я немножко поболтала. Может, неинтересная для вас эта была тема. Но я думаю, что тот, у кого есть коты, меня поймут. Вот. Очень мне хочется, конечно, красивого-красивого кота. Такого вот, как у Екатерины Мотя. Но я как-то вот все говорю, нет, я уже лучше подожду, когда я уже не смогу никуда ездить. Совсем стану такая старенькая. Не выездная, то тогда я себе заведу красивого-красивого кота. Его на улицу не буду выпускать. Либо буду, одену ошейник на веревочке, буду с ним прогуливаться по двору. Вот. Чтобы у него потом лапки ему помыть. И чтобы он был такой добрый, послушный. Мой. Мой кот. Выращенный. Потому что, если вот, как мне Людуси говорит, если бы шмяка ты взяла с самого маленького возраста, и он был твой, вот ты его приучила ко всему, к своему, и он бы у тебя был совершенно другой. А так, это чужой кот. Он вырос, взрослый. Он жил там, как хотел. Вот. Единственное, что, как сосед говорил, он очень любил у его жены на руках сидеть, на коленках. Потому что, ну вот так она его растила. Но вот она потом умерла, поэтому вот он как-то так вот и перестроился на нас этот кот. А так, с этим котом у меня такая вот, да, он ласковый, да, он меня встречает. И меня, и если Ариша идет, или кто из своих придет, он нас знает, он ласчится, на коленях любит посидеть. И у меня, и у мужа Ариш, он вообще обожает. Но все равно вот он такой вот... Ему говоришь, вот, вот я легла спать, и он приходит, и он тут же ложится мне вот сюда вот. Вот он ляжет, растянется мордочкой ко мне в лицо. Я говорю, Шмяк, ну слезь, пожалуйста. Ну вот, ляжь рядышком. Нет, он будет лежать, нагло тебе смотреть в глаза, и ни за что. Если я его начну спихивать, он просто соскочит, ляжет на меня. Если я его сдвину еще раз, он просто убежит. Вот он такой вот, он... Нас такой вот упорен, упорен такая, а не кот. Но в то же время он такой ласковый, он никогда не царапнет, он никогда не ударит тебя лапой. Даже если его так вот по это самое подергаешь, там по это... пожмякаешь его, он никогда не обидится ничего, он приласкается на ворот. Вот он приходит, он головкой тебя толкает, ты его гладишь, вот, что гладь меня. Вот. И в то же время он кот, который гуляет сам по себе. Вот. Ну что, девочки, у меня даже на кухне стало уже немножко теплее, газовая плита, это самое, горит, поэтому там духовка греет, и мне даже стало уже тепло. Но я сейчас вот соберу вот так вот. Я достала три мешочки, я по многу не буду накладывать. Ну, я думаю, что мне на один раз, потому что я же не один перец буду готовить, я потом сюда, может, помидорки добавлю, добавлю, может, горох, может быть, фасоль, а может еще что-то. В общем, буду делать такие вот овощные гарниры. Все, девочки, сейчас я разложу это все по мешочкам и положу. Положу в морозилку. И вот такие вот у меня я делаю иногда заготовочки. Только морожу. Вот малинку заморозила, помидор немножко заморозила. И все. Чем буду заниматься дальше, не знаю. Наверное, сейчас вот надо было мне, наверное, кофе попозже сварить, да пойти в беседку посидеть. Так, все, хватит болтать. Ну, вот такое вот небольшое видео. Интересно было? Ну, расскажите, какие у вас котики. Как вы их любите? И какие они у вас, каким они характером? Вот, люблю котиков. Вот к собакам я равнодушна. У нас всегда были как-то собаки, и коты были всегда. Вот. Но я к ним как-то вот равнодушна. А вот именно вот всю жизнь мечтаю вот о таком вот котике, как Мотя. именно такой вот он у нее, то ли он у нее шотландец, то ли кто, ну, такой вот доброго хочу, такого ласкового, такого кота. Ну, вот такого вот. Субтитры сделал DimaTorzok